Ну а всю неделю внимание страны и мира приковано к востоку Украины. Эскалацию конфликта зафиксировали сразу на многих направлениях вдоль линии соприкосновения. Счет погибших идет на десятки, раненым на сотни. Ситуация на грани гуманитарной катастрофы сегодня не только в Авдеевке, но и в десятках городов и поселков. Чтобы помочь людям выжить, объединили усилия военные, спасатели, благотворительные организации и бизнес-структуры. Как спасали жителей Донбасса в сюжете? Мы глянули, там лежит Валя, там она пошла за углем и за дровами, а ее засыпало, найти не можете. Мы уже боимся, да, мы боимся просто. Подъезд рядом, даже боимся домой сбегать. Семь дней интенсивных обстрелов в Донецке, Макеевке, Авдеевке, Красногоровке и других населенных пунктах. Людмилу Малыхину привезли в Кураховскую больницу из Марьинки. Город женщины не покидала с начала боевых действий. Ее ранило в ногу средь белого дня. Сквозная. Вперед зашла, сзади вышла. Оттянули мне так в сторону, да, еще продолжали стрелять. Без 10,4 начали, может начаться, как по расписанию. Обстрел. Без 10,4, 4 вот это. Так что, смотрите осторожно, вот. Жители Старой Авдеевки спешат в укрытие. Промзона начинается сразу за этой улицей. Снаряд разбил здесь еще один дом. Прилетело такое счастье. Ее не вылезли. Вот это все обвалилось. Двери все штопорилось. И я там сидела. Неделю город оставался без святой воды. Был обесточенный крупнейший в Европе авдеевский коксахим. Предприятию едва удавалось поддерживать тепло в домах. Единственный источник энергии – газ. Закупали, чтобы обогреть город. Вот видите, дым – это трубы, это ТЭЦ. Там у нас происходит генерация пара. Из пара делается электроэнергия и теплоэнергия. В случае прямого попадания завод может остановиться навсегда. И тогда город замерзнет, а 4 тысячи человек лишатся работы. Это не столько техногенная, а сколько гуманитарная катастрофа. Потому что в данном случае город Авдеевка у нас в течение 4-6 часов замерзнет система отопления. И вся многоэтажная часть Авдеевки, она будет заморожена. Сейчас, конечно, тяжелая ситуация. Но переживали и более тяжелая. Поэтому надежда, что все-таки удастся и договориться о режиме тишины и восстановить. Надежда есть. Поэтому будем надеяться. С начала военного конфликта на Донбассе городообразующие предприятия компании СКМ Рината Ахметова продолжают поддерживать жизнь городов и поселков. Во всем регионе работы обеспечены 120 тысяч человек. От этого зависит выживание сотен тысяч людей. В критических ситуациях гумштаб и бизнес-активы СКМ объединяются вокруг общей задачи – помочь мирному населению. Ринат Ахметов объединил все усилия, чтобы в дни обострения военного конфликта максимально помочь мирным жителям и не допустить гуманитарной катастрофы. Гуманитарный штаб, Метинвест, ДТЭК. Мы помогаем жителям, которые сейчас находятся в Донецке и в Авдеевке, в Макеевке и в Маринке. Мы помогаем всем раненым мирным жителям, как делал этот гуманитарный штаб на протяжении всего конфликта. По разным оценкам международных и благотворительных миссий, за эту неделю на Донбассе ранено не менее 40 мирных граждан. Всем пострадавшим готов помочь гуманитарный штаб. Ринат Ахметова помощь. Спасибо ему большое. Помогает людям. Лекарства, медикаменты все. В течение нескольких дней штаб Ахметова вместе с предприятиями группы СКМ доставили в регион почти тысячу тонн гуманитарных грузов. Металлурги из Мариуполя везут воду, генераторы, дизельное топливо, доставляют печки для обогрева, стройматериалы. Если бы ни завода вообще в Авдеевке не было. И тепло поставляют, и свет ремонтируют, все делают. Десять тонн провианта и других гуманитарных грузов штаб экстренно привез в палаточный городок МЧС. Ты берешь сахар, я беру крупку, которую стоят. Так, ребята, привезли чай и сахар. Живучий трестажка, света нету. Электропечий. Не подогреть, не приготовить. Все. Вот горячий чай разнесся. За день раздают свыше четырех тысяч порций горячих обедов. Вкусно. За помощью приходят целыми семьями. Благодарим Рената Ахметова, от своих жителей Авдеевки, что он помогает в такое трудное время. Почти тысячу наборов выживания волонтеры штаба отвезли в Бахмутский и Славянский районы Донецкой области. Там сейчас находятся женщины и дети, которых вывезли из-под обстрелов. Та гуманитарная помощь, которая предоставлена фондом Рената Ахметова, очень крайне важна для наших земляков, которые оказались в очень сложной ситуации. На этой неделе штаб Ахметова отправил на Донбасс три автоколонны, а это 44 фуры с гуманитарной помощью. Одну в Мариуполь для жителей серой зоны и две в Донецк. Для самых нуждающихся на неподконтрольной территории. Спасибо ему очень большое, что он заботится о людях. Очень хорошо помогает, так что это нужная помощь. Помогает очень это помощь. Такое трудное время военное. На Донбассе остаются обесточенными более 20 населенных пунктов по обе стороны линии разграничения. Работникам ДТЭК сегодня удалось восстановить высоковольтную линию и подать электроэнергию на Авдеевский куксохимический завод, жителям города и на Донецкую фильтровальную станцию. Наши энергетики, энергетики ДТЭК действительно проявляют героические поступки для того, чтобы порой даже под обстрелами выйти, для того, чтобы восстановить линию. Мы готовы по поручению нашего акционера Альянта Ахметова 24 часа в сутки выходить и ремонтировать линии, которые были разрушены во время ведения боевых действий. Мы это делаем уже с 2014 года. У нас есть колоссальный опыт, у нас есть бригады, которые мы мобилизовали как со стороны контролируемой территории, так и со стороны неконтролируемой территории. Чтобы не допустить гуманитарной катастрофы на Донбассе, штаб Рината Ахметова уже 2,5 года системно помогает незащищенным категориям населения. Роздано свыше 11 миллионов 300 тысяч наборов выживания. Спасено более миллиона человеческих жизней. Юлия Меншакирова, Ростислав Сысоев, Владимир Конопля, Дмитрий Данченко для Канала Украина.